Загрызла свою хозяйку и держала в страхе всю деревню. Это не выдумка из фильма ужасов, а реальная история, произошедшая в Кстовском районе Нижегородской области. После нападения на хозяйку собака выбралась с участка и покусала несколько местных жителей. Животное поймали и провели тест на бешенство. Диагноз подтвердился. Бешенство – это вирусная болезнь животного человека. Характеризуется она сильным поражением нервной системы и стопроцентной летальностью. Оно опасно и для человека, и для животного. Бешенство не лечится. Для наших пушистых товарищей эта болезнь не только смертельна, но и мучительна. Чтобы обезопасить и жизнь животного, и свое здоровье, ветеринары рекомендуют прививать своих питомцев, причем не только собак. В случае заражения опасны все животные, даже если это кошка или маленький хомячок. Вовремя сделанная вакцинация предотвратит примерно на 98%. Для животных это схему нужно соблюдать, не пропускать через год, через два года. Часто хозяева пренебрегают профилактикой, ссылаясь на то, что питомец не выходит на улицу. Но заразиться может любое животное. Питомец может убежать из дома, а вернуться уже заболевшим. Поэтому ветеринары советуют наблюдать за поведением любимца, чтобы вовремя заметить опасные симптомы и обратиться за помощью. Если животное начинает нетипично себя вести, будь то ласка или наоборот агрессия, это может быть первым признаком заражения бешенством. Бешенство у нас передается в основном через укус или через ослюнение. То есть, когда слюна больного животного попадает на поврежденные кожные покровы, либо на слизистые оболочки. Симптомы могут проявляться на третий день. У животного это сначала апатия, отказ от еды, может быть повышение температуры тела. Лучший способ профилактики такой опасной болезни, как бешенство – вакцинация. Как для животного, так и для человека. Привить питомца можно в ветеринарной клинике «Свой доктор». Специалисты центра помогут пушистому члену вашей семьи быть здоровым и счастливым, а также окажут квалифицированную помощь в любых ситуациях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова